Особое мнение на 101FM Как часто бывает, там развернулись жаркие баталии Чтобы не уходить далеко, пока эмоции свежие Давайте начнем разговор с одной из вчерашних тем Рязанский институт разрабатывает для Кирова Три стратегически важных документа Я перечислю программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения И комплексные схемы организации дорожного движения Делает все это за 15 миллионов рублей бюджетных И уже полгода А когда должен был сделать? Действительно, там в сентябре 2018 года Был по конкурсу заключен с ними договор С некой организацией Рязанский институт Но, честно говоря, там срок исполнения 60 дней На сегодняшний день, я так понимаю, ничего не сделано На предыдущей комиссии мы их приглашали Чтобы они приехали на вчерашнюю комиссию Которая была И показали хотя бы какие-то промежуточные результаты Сделали некую презентацию Может быть, по каким-то из вышеперечисленных вами разделов Но этого ничего, я так понимаю, что нет Поэтому показывать нечего И поэтому они известили нас о том, что приехать они не могут На самом деле, вся эта история с Рязанским институтом Например, у меня вызывает большие сомнения Потому что данное мероприятие, то, что они делают Оно необходимо для разработки паршютов Для конкурса по маршрутам пассажирского транспорта Который будет проходить в конце года Необходимо для программы БКД Но на сегодняшний день мы ничего не видим И, честно говоря, администрация Ну, вчера мы свои претензии высказали То есть, сама обещала принять меры Либо расторгать с ними договор Либо, ну, как-то их простимулировать так Чтобы они все-таки что-то выдали Ну, честно говоря, то, что они сделали в Рязани Это можно там узнать И администрация вчера это, в принципе, и говорила Что мы знаем отзывы То, что они делали в Рязани Какие отзывы? Отзывы самые негативные Ту же самую работу для Рязани? Ту же самую работу Там просто, по-моему, сумма была на порядок больше Там, по-моему, 56 миллионов И администрация в курсе того, что действительно Они некачественно там выполнили работу Судя по тому, что вчера мы администрацию спрашивали Поэтому я надеюсь, что в Кире как-то это будет по-другому Но, честно говоря, надежды такие очень слабые И я считаю, что надо расторгать с ними договор И привлекать какие-то организации Тем более, есть муниципальное предприятие Которое, ЦДС Которое, в принципе, этот институт Все данные берет Из центральной диспетчерской службы То, что касается перевозки пассажиров На предыдущей комиссии Представитель ГИБДД нам говорил Чтобы они не обращали к сотрудникам ГИБДД Чтобы те за них не делали работу На мой взгляд, вообще Непонятно, есть ли смысл оплачивать 15 миллионов рублей за то Что, ну, я не знаю Они даже приехать не могут И показать депутатам А что они делают Как они делают И существуют ли они вообще в Кире Ну, вот у меня большой вопрос Давайте, сейчас вот у меня накопились вопросы Давайте по порядку Значит, смотрите, во-первых Почему, зная, что в Рязани все плохо Эта компания в Кирове появляется вдруг? Ну, знаете, к сожалению Когда проводятся там аукционы, конкурсы Основа является цена И зачастую это не всегда бывает Цена, за ценой стоит качество Поэтому люди выигрывают по цене А дальше администрация остается с ними Вот в какой-то, ну, заложникой, можно сказать Вот этой ситуации И вынуждены вот Ну, как-то с ними там Бороться, скажем так Потому что Если бы в конкурсе Досматривалось помимо цены Опыт, наличие сотрудников Ну, это вечная проблема, да? С которой все сталкиваются А когда основополагающая цена Ну, так может любая ошка выигрывать И потом Либо администрация получает какой-то Текачественный там, ну, там, не знаю Материал там, работы какие-то, еще что-то Либо, ну, либо это там вообще не происходит Не делается Поэтому Я думаю, что вот в таких вопросах Только цена Она, конечно, наверное Вот как раз Играет такую Злую, так скажем Такое Знаете Создает проблемы для администрации Тем самым, что Если они сейчас, допустим То есть уже у них То есть они должны были это отдать В конце ноября И если сейчас в ближайшее время Они это не выдадут Вот те работы, которые Они должны были сделать То, ну, очень много возникнет проблем В том числе по проведению Вот я уже сказал, что По программе БКД Да, давайте поясним Как скоро нам все документы нужно получить И загвоздка-то в чем? То есть я правильно понимаю, что с 2020 года Вот эти вот все схемы И нужны для того, чтобы попасть В федеральную программу Да? Если схем не будет Мы в нее не попадаем Значит не получаем федеральные деньги Об этом вы говорите? Да, в том числе об этом Потому что Ну, я считаю Чтобы здесь Надо было в первую очередь Отдать Это Пуниципальным предприятиям ЦДС Которое В принципе Даже если Платить из бюджета Эти 15 миллионов Так чтобы это было Пуниципальное предприятие Которое В принципе Можно там Контролировать Спрашивать с него По-другому Там Ну и прочее Сошки Которые находятся В Рязани Ну я не знаю То есть Можно только уговорами Ну вот смотрите По поводу ЦДС Еще Высказывались мнения Директор Киров Пассажир Автотранса Денис Пырлок Он и вчера Сказал И раньше Он об этом говорил О том Что общественники Прям цитата его Готовы Только за то Что улицу Их именем Назовут Взяться за такую работу Чуть ли не Бесплатном Труде Он говорит Вот В чем загвоздка Почему этого Нельзя было сделать Почему нельзя было Либо ЦДС отдать Либо общественникам Ну наверное Какие-то есть процедуры Общественникам Наверное Вряд ли это возможно отдать Потому что Участвовать это одно А сделать они Вряд ли это смогут Это все равно нужно Специально Там Какие-то обученные люди То есть Они Просто патриоты Нашего города Я считаю Что нам было Отдать ЦДС Тем более У них даже в уставе Есть Так скажем Такие виды работ Как вот то Что мы Заказали Данному институту То есть Они в принципе Ну так скажем Могут это сделать И единственное Что может быть У них Нет этих специалистов Но также специалистов ЦДС мог привлечь Там У нас Из университета Из нашего ВятГУ Каких-то Может быть С других Городов С института транспорта И так далее Это все мог сделать ЦДС И Во-первых Это бы обошлось И дешевле И я думаю Что это было бы Намного качественнее Но Тут Как говорится Что сделано То сделано Будем надеяться Что сейчас администрация Примет какие-то Кардинальные меры Либо Там они Что-то в ближайшее время Как они обещали На следующую комиссию Представят Либо Станет вопрос О расторжении Данного контракта Денис У нас сейчас перерыв Полминутки И вернемся И немножечко еще Продолжим эту тему Особое мнение На 101FM Продолжается программа Особое мнение У нас в студии Депутат Кировской гордумы Денис Ерохин До перерыва Мы затронули Тему О создании Программы Развития Транспортной Инфраструктуры Кировской Которую делает Для нас Рязанский институт Делает уже Полгода Должен был За два месяца И Денис Вот ваше предложение О том Чтобы отдать Эту работу ЦДС Что нужно было Ее изначально По вашим словам Отдать ЦДС Тогда у меня два вопроса Во-первых Почему этого Не произошло И второй Можем ли мы Сейчас это сделать Стоит ли Стоит ли вообще Сейчас менять подрядчика Мы успеем Вообще уложиться В нужные сроки Ну Вы знаете Почему это не произошло Я наверное не готов сказать Это Вопросы к администрации Но я считаю Все что Для нужды города И то что может Само могут выполнить Муниципальные предприятия Это конечно надо отдавать Им А тем более Не Иногородним организациям Которые Которых достаточно сложно Контролировать И все эти примеры Когда заходят Там Иногородние Организации В любых Там Скажем Работах Услугах Ну Честно говоря Вот я сейчас На памяти Не могу даже вспомнить То что было действительно Сделано качественно И хорошо То есть это постоянно Какие-то проблемы Постоянно Какие-то там Пудорожения Так скажем Горожан То есть Что кто-то зашел Что-то сделали Что-то некачественно Там Ну Я не знаю Почему это не отдали ЦДС Но То что Можно это сделать Или сейчас Но я считаю Что Это необходимо делать Потому что Ну вот У меня сомнения Что они сделают Вовремя И Если там Скажем Потянуть еще Два-три месяца То Мы тогда уже точно Никуда не успеем И тогда мы будем Вынуждены Принимать у них То Что они сделают И Там еще По контракту Два месяца На Принятие То есть Там Приемка Этих Работ Производится Экспертами Вчера Вы были Слышали Кто будут Эксперты Эксперты Это видимо Будут Кировские То есть Соответственно Вопрос А зачем Нужно Кировских Экспертов Чтобы Принимать Те работы Которые Делает Рязань Для Кирова То есть Как бы Вот такой Почему Эти эксперты Не могут В принципе Сделать Эту Программу Поэтому Тут вопросов На самом деле Очень много И я считаю Что Ну Учитывая То что Глава Глава Города Этим Озаботилась Достаточно Так Скажем И Программ Очень много Стается Под вопросом Поэтому Я думаю Что сейчас Администрация Начнет Как-то В этом плане Какие-то Резкие Кардинальные Шаги Потому что Ну иначе Мы можем Очень много Потереть Ну еще Хочу немножко Просто Другую сторону Затронуть Сторону Подрядчика Да Я почитала То о чем Пишут СМИ Вот И Вот Газете Бизнес-новости Даже удалось Связаться С директором Этой компании И у них Немножко Другая позиция Они говорят Что Мы работаем Мы В феврале Они представляли Результаты Сюда В Киров Значит Они исправляют Какие-то ошибки Об этом Ничего не известно Или что Или там Настолько Все плохо Что В феврале На комиссии Этот вопрос В принципе Поднялся И у меня было ощущение Что Знаете Именно на комиссии Его вспомнили Поэтому То что Сейчас говорится Там в феврале Они представляли Что-то Ну мы же Это ничего не видели Поэтому Вы депутат Имеете ввиду Да Опровергать это Или там Подтверждать Я допустим Не могу Потому что Ну вчера Мы просили Представить Нам Хотели показать Хотя бы Ну там Промежуточный Какой-то вариант Понятно Что Наверняка Бы требовал Каких-то доработок Но К сожалению Ничего не было Поэтому Можно говорить Все что угодно Но мы видим То что видим Заговорили О ЦДС И вспомнила Вчера уходила Когда Заседание комиссии На меня На прощание Со стены Посмотрел Дмитрий Никулин И Ну если честно Первый вопрос у меня Ну практически В галерее Гордумы Да Человек висит Почти Стена почета Почему до сих пор Почему до сих пор Висит Да Не знаю Может быть Как напоминание Что человек в розыске Что я не знаю Надо подписать Внимание Розыск Я Не знаю Почему он висит То есть Это действительно Уже Переходит в какой-то Юмор И все спрашивают Почему он висит Но почему-то Его не убирают Мы ничего против Дмитрия Никулина Не имеем Единственное Что я просто Напомню факты Да Слушателям Что на него Заведено уголовное дело И обвинение предъявлено Вы не имеете Следственный комитет Я так понимаю Поэтому они его ищут Да Предъявлено обвинение В организации Хищения На там Много миллионных хищений Вот Какая там Моральная сторона Может быть Из каких-то Моральных соображений Снять уже этот портрет Нет Я думаю Что Это сделать необходимо Почему это еще не сделано Я честно говоря Не знаю Не знаю Потому что Вопрос партии Партии наверное Да Или что Ну Я не знаю Партии Не партии Но Человек реально Находится В федеральном розыске И до сих пор Действительно Там Приходят люди Приходят там Ну То есть Надо Подписать Что он Ну Что он в розыске И я Не знаю Не готов На это ответить Это наверное Лучше К аппарату Думы Спросить Но Действительно Это уже Такая Знаете Шутка У всех Что он там Делает И Под СДС Еще Что интересно Вы каждый раз К нам Приходя в эфир Предвлекаете Новые дела И они действительно Появляются Каждый раз Новые эпизоды А как Насчет задержания Никулина Есть у вас Какая-то информация Просто смотрите Еще месяц назад Следком объявил Что знают страну Где он прячется Накануне Буквально Вчера Появилась информация В СМИ О том Что он Задержан Что его нашли Следком При этом Это опровергает Вот Что за игра такая Не знаете Не можете объяснить Что происходит Я не могу Этого вопроса Лучше Наверное Задать Следственному комитету Насчет страны Ну Мне кажется Это мое Опять же мнение Мне кажется Никуда он не уезжал Он находится На территории Российской Федерации Я думаю Что это сделано Там Некий такой Чтобы его не искали Здесь На самом деле Ну У меня большое сомнение Что он где-то Я считаю Что он где-то На территории Даже Кировской области Если он не задержан А насчет Задержан Или Дезадержан То Ну это лучше У Следственного комитета Узнать Но я думаю Что Никулин Это ведь Не иголка В стоге Все равно Рано или поздно Отойдут То есть Как бы Людей находят Через 5 Через 10 лет После того Как они Они меняют паспорта Меняют фамилии Их находят Поэтому я думаю Что сейчас органы В этом плане Продвинулись далеко И Установить местонахождение Человека Ну я думаю Что это Не так сложно И то что они говорят Что они знают Ну насчет страны Ну мне кажется Они так Немножко там Что-то скрывают Да то есть А насчет того Что они знают У меня сомнений нет Потому что Ну сейчас органы Работают достаточно Качественно И Возможности у них Технические Там Оперативные Но они совершенно Другие То есть Ну и Денис по традиции Ждем еще Новых эпизодов По ЦДС Я думаю Что Мы ждем Новых эпизодов По мопам Может быть Там Не по ЦДС А по ЦКС Например Или еще кого-то А может быть Конкретнее Что-то расскажете Я просто Могу предполагать Я вот Ну по ЦКС Например Ну ЦКС Напомним Да Вчера тоже обсуждали Этот вопрос Да Обсуждали этот вопрос И То что Мы задавали Администрации И просили В том числе Разобраться С предыдущим Руководством Когда там Были сделаны Обслуживающие Организации И Там Якобы Произведены Работы Там По обрезке Деревьев На 800 тысяч Потом Эти суммы Были просужены Сейчас Они взыскиваются С муниципальной Организации То есть Там На самом деле Таких историй Много И Мне кажется В каждом МУПе Вот Предыдущее Руководство Оно Что-то Вот Подобное Дело Ну Сама То что Вчера Было Для меня Там Видимо Примеры Там С Никулиными И с другими Директорами МУПов Некоторых Не Чему Не учат Например Вчера Вы Это Тоже Прекрасно Слышали Что МУП ЦКС Создана Некая Обслуживающая Организация Под названием Хлынов Которая Оказывает Услуги По Содержанию Жилого Фонда Который Обслуживает ЦКС Значит Услуги Оказывает ЦКС Хотя ЦКС Полный Штат Сотрудников И Они Нам Неоднократно Приходили На комиссии И говорили Что Мы Планируем На базе ЦКС Создать Мощную Аварийную Службу Города Кирова И Глава Администрации Поддерживал Эту Ихнюю Идею И Они Планировали Получить Вступить В ЦРО Чтобы Участвовать В конкурсах Фонда Капремонт По Ремонту Многоквартирных Домов Потому что ЦКС Это Как правило Они обслуживают Большинство У них домов Это Такой Печальный Ветхий Фонд Из-за этого И боятся Власти Что Банкротится Компания А на банкротство Уже Подано Заявление Ну Подано Там Каждый Второй Может Подавать Потому что Задолженность У них Практически Перед Теми Насколько Мне Известно Из-за Уборки Снега С крыш И Другие Услуги Которые Были Оказаны Но Для чего Создавать Обслуживающую Организацию В той Организации Которая Может Самостоятельно С этим Справляться Ну Честно Говоря У меня Вопрос А что Из этого Может Вылиться И первая Ассоциация Это электронный Проездной Который Был Создан При Подтвердили Полный Штат Электриков Сантехников Ну Всех И Вдруг При ней Создается Некая Обслуживающая Организация Которая Якобы Оказывает Услуги Вот По Обслуживанию Этих домов И я Честно Говоря Не знаю Чем Эта Организация Так Уникальна Что Она Может Делать Ну Что Она Может Делать То Что Не Может Делать ЦКС По Обслуживанию Домов Поэтому В каком Тогда Случай Такие Организации Создаются Для чего Для того Чтобы Деньги Которые Перечисляются В виде Плат За Жильцами Этих Домов Уходили В эти Обслуживающие Организации Ну Я Не знаю То есть Люди Может Быть Прилетели С другой Планеты Но У нас Что Нему Последний Год То Какие-то Уголовные Дела Посадки Там И Прочее Поэтому Для чего Они это Сделали Ну Честно Говоря Вчера Администрацию Мы Попросили С этой Обслуживающей Организации Узнать Для чего Она Создана Спросить У руководства ЦКС Поэтому Посмотрим То есть На следующую Комиссию Нам Самообещали Объяснить Что За уникальная Организация И Какие Работы Для Центральной Коммунальной Службы Она Выполняет Так У нас Перерыв Полторы Минуты Мы Уходим На рекламу И Продолжим Особое мнение На 101 FM Продолжается Программа Особое мнение В студии Сегодня Депутат Кировской Городской Думы Денис Ерохин У микрофона Мария Кожевникова Денис Накануне В информпространстве Появилась Новость О том Что Уфас Уфас Федеральный Сейчас Проводит В Кирове Проверку По тарифам И Требует Разделить Квитанцию От энергосбыта Где Объединили Плату За электричество И за мусор Вот Почему Это произошло Потому что Кировчане Начали Жаловаться Что Если Оплачивают Они Только Одну Слугу Например Электричество Плата Распределяется Пополам За электричество И за мусор В итоге Человек Становится Должен За обе услуги Когда Власти Объединяли Решали вопрос По объединению В одной квитанции Говорили о том Что это просто Сэкономит деньги Это удобно Во-первых Разносить Проще Одну квитанцию Во-вторых Печатать Дешевле Но Но ведь Не это Цель Истинной Была Как Кажется Знаете Вот То что Сделали В одной Квитанции То есть Изначально Это было Сейчас Помимо того Что вы сказали За электричество То что я получил Это Одна квитанция За мусор За электричество Горячую воду И тепло Это все Сейчас Находится В одной квитанции Но это вот У всех по-разному Видимо у меня Вообще полностью Все коммунальные платежи В одной квитанции А у кого-то Именно Это ТСЖ Которые Сами Перечисляют Деньги И есть То есть Кто оплачивает Действительно Там Одной квитанции То что В энергосбытии Мы неоднократно Говорили Что там Я сам Так скажем Убеждался В этом Когда приходишь То днем Особенно После того Как Происходит Выпуск квитанции У них Там Берешь талончик Оказываешься Там 160 165 Какой-нибудь Проводили эти испытания Да Поэтому Люди стоят По 3-4 часа Это то Что Когда у них Еще не было Замусор Сейчас Ну Честно говоря Из области Там Фантастики Высидеть Вот именно И обратиться К специалисту Там Если что-то Мало ли Ошибка В начислениях Или Сделать Какие-то Там Уточнения По квитанцам Или еще что-то Ну то есть Массу проблем Это Я вчера Заезжал Сам Как бы В этом Убеждался И Я заехал 20 минут Седьмого Они работают До 7 часов Полный зал Народу Это На Дериндяево 80 И талончики Уже Не выдают В Энергосбыт Неоднократно Обращались Потому что Жалоб У каждого Депутата Очень много И Они Говорят Нет Нет Все Хорошо Присылает Нам Картинки Я не знаю Какие-то Постановочные Видимо Или Может Действительно Какое-то Такое Удачное Время Выбрали Когда Там Буквально 5-10 Человек То есть На самом Деле Ну Все мы Ходим Все обращаемся И люди Видят Что в принципе Решить вопрос На сегодняшний день Невозможно На предыдущей думе У нас Был Директор Куприта И Ему Глава Администрации Ставила задачу Чтобы Сделать так Чтобы люди Могли Куда-то Обращаться В случае Неправильного Начисления В случае Там Каких-то Уточняющих В квитанции Информации Но На сегодняшний день Попасть Ну Честно говоря То что Через Вот эти Центры Энергосбыта Ну Практически Нереально Поэтому Не знаю Для чего Это сделали Конечно Это надо Все менять Ну И как-то Вот знаете Мне кажется Как-то Все пошло Не так И вот Эти суды Которые Сейчас идут У людей С педесерством ЖКХ Ну Говорит о том Что Как бы Люди И недовольны И Видимо Что-то не учли И не знаю Чем это Закончится Ну Как говорится Поживем Увидим Но То что Сейчас В энергосбыт Практически Не попасть Ну Это факт Это Я в этом Сам Неоднократно Убеждался И поэтому Когда мне Начинают Убеждать Сотрудники Энергосбыта Нет Нет Это не так У нас Все там Доступно Все хорошо Ну Я не знаю Значит Ну Вот Вас требуют Разделить Вы тоже Поддерживаете Это Надо сделать Отдельную Квитанцию За мусор И чтобы И какой-то К примеру Так как у нас Эта услуга Уже появилась Прикуприть И сделать Какой-то Центр Какой-то Может Где Ну У людей Всегда Много Вопросов У кого-то Льготу Получить Кто-то Продал Там Допустим Какую-то Недвижимость Там Сменить Собственника Там Еще Что-то То есть Они должны Куда-то Обращаться И это Должно Быть Часами Люди Не должны Тратить 3-4 Часа Ну Это Бред То есть Нельзя Так Относиться К людям С тех Чтобы заплатить Правильно Они хотят Заплатить Потому что Они для этого Там и находятся И приходят Кто в принципе Деплатит Так они Не приходят Туда А туда Идут Те люди Которые Искренне Там Хотят Заплатить Только То что Они Должны То что Правильно Заплатить И В результате Они выставят Там По 3-4 Часа Ну Хорошо Если у Человек Располагает Этим Временем А Если Он Там С 8 До 5 На Работе Когда Он Это Будет Делать То есть Поэтому Такое Отношение К людям Честно Говоря Там Мне Непонятно И Я считаю Что Конечно Надо Тут Очень Внимательно И Тщательно К этим Вопросам Подходить Ну Это Правильный Подход Но Вот По поводу Нагружают Людей Да А не Нагрузят Ли Это Еще Ведь Дополнительные Кадры Дополнительные Зарплаты Дополнительные Квитанции Дополнительные Затраты На то Чтобы Их Раздать Напечатать Ну Я Не думаю Что Энергосбыт Для Куприта Делает Такую Знаете Такую Спонсорскую Помощь Или Благотворительность Понятно Что Куприт Что-то Перечисляет И То есть И Понятно Что Наверняка Энергосбыт При Этой Услуге Может быть Какие-то Там Увеличил Ну Какое-то Там Не знаю Количество Сотрудников Да Поэтому Я Думаю Что У нас В тарифе Достаточно Денег На сегодняшний день Чтобы Сделать людям Хотя бы Но это не те деньги Чтобы Сделать людям Удобно Чтобы он Пришел И в течение Там Не знаю 15-20 минут Решил Вот свой Вопрос Который есть То есть Люди приходят Не просто так Туда И сидят Они по 3-4 часа Тоже не просто так И Поэтому Понятно Что это нужно Как-то Пересматривать Еще один вопрос На эту тему Предположение Ранее Высказывалось О том Что Объединили Вот эти квитанции Еще и для того Чтобы Повысить Собираемость Платежей Потому что Когда человек За электричество Люди Обычно Платят Всегда Чтобы Не отрубили Свет Вот И поэтому В одной квитанции Люди будут платить За два За две услуги А если разделить Не станет ли Резко Меньше Собираемость И вообще Может быть Возможна Ситуация Не знаю Байкота Какого-то Когда люди Просто Не будут Оплачивать Квитанции За мусор И все Ну вы знаете У нас Фонд капремонта Люди тоже Первоначально Я так понимаю Собираемость Там была Не самая Большая И сейчас Ну как-то Все привыкли И стали Оплачивать Хотя Ну там Что-то делается Но не в полной Мере Как там В других городах Там Осваиваются Деньги Фонда капремонт Поэтому Я думаю Что Если Люди будут Видеть Что услуга Оказывается Качественная Пока не видят Пока не видят К сожалению Если будут Видеть Что Чтобы Сделать Собираемость На мой взгляд Не обязательно Включать В те квитанции Где тебе могут Прийти И отключить Свет Ты не платишь За мусор Поэтому Мы тебе Отключим Свет Вот Ну это Мне кажется Больше похоже На какой-то Шантаж Но ведь сейчас Это и происходит По сути Это и происходит Представляете Вы приходите В магазин Покупаете хлеб А говорят Нет Вот мы вам хлеб Не продадим Пока вы там Не купите то Что вам не нужно Так вот Чтобы это Продавать Эту услугу И чтобы Люди за нее Платили Была хорошая Собираемость Надо просто Ее качественно Выполнять И чтобы Эта услуга Соответствовала Тем деньгам Которые Собираются И тогда Они поймут Что да У нас стало чище У нас стало Несанкционированных Свалки Потому что На самом деле Достаточно Большие суммы Выделяются На уборку То Здесь она Возникнет На окраине Которые Можно инвестировать В мусоросортировку Например Сейчас Сейчас все Это должен Делать оператор Все свалки Должен Собирать Вот именно Региональный Оператор Поэтому Если люди Будут Видеть Что свалки Исчезают Становится Порядок Контейнерные Площадки Чистые Контейнеры Возятся Вовремя Так они И платить Будут А Не делать Ничего И по крайней Мере Или делать Это Не совсем На том уровне Который Ждут Граждане И Пытаться Включить В ту квитанцию Где мы Придем Вам Отключим Свет Мне кажется Это неправильно Это похоже На какой-то Шантаж То есть Разделение Квитанции Может Стимулировать Хорошую Работу Куприт Квитанция За мусор Так же Как за капремонт Она должна Быть отдельно Отдельно И Не платят Хорошо Обращайтесь В суды Взыскивайте Как-то Эту сумму Но Если То есть Понятно Что это Достаточно Большой Объем Работы То есть Взыскивать Там у нас Полумиллионы Города Но Если Я еще раз Повторю Что если Региональный Оператор Будет делать Свою работу Качественно То Поверьте Собираемость Так как Будет Вырастать Качество Предоставляемой Услуги Соответственно Будет Самоувеличиваться Пропорционально Собираемость Этих платежей Вот и все Сейчас люди Пока Не видят Что Поменялось Для того Чтобы Бежать И платить Вот Мне кажется Вот это Ну вот Что интересно Если опять же С капремонтом Сравнивать Да Там-то как-то Не стимулирует Хорошую работу Там Два миллиарда Не освоено Это половина Собрана Я Это неоднократно Говорил И предлагал Администрации И предлагал Сделать Как в других Городах Где Технический Заказчик Фонда Капремонт Является Муниципалитет И Вот допустим По Краснодарскому краю Там сделано Именно так То есть Деньги Собираются Допустим В муниципальном Образовании Город Киров Какой-то Котел И они Самотехнический Заказчик Ну например Какой-нибудь Там Ну вот Если говорить О Кире То это Может быть УКС Управление Капитального Строительства Города Кирова Где Будут делаться Качественные Проекты Где Будут приниматься Качественные Работы Поэтому То что Сейчас люди Видят Они сейчас Реально Фонд капремонта Большинство Из них Когда вы Узнаете Что ваш дом Стоит В 2042 году Ну наверное У вас желания Платить так Особо нет Потому что Не факт Что там Не все Доживут До этого ремонта Поэтому Фонд капремонта Это Гарантированная Собираемость денег Я считаю Там даже Не то что Там должны Деньги лежать На счетах А они Должны быть Они должны Можно сделать так Что Фонд капремонта Будет должен Подрядчикам Там С какими-то Засрочками Вперед Эти дома Ремонтировать Потому что Это гарантированная Собираемость И поверьте Подрядчики Будут уверены Что с ними Рассчитаются Поэтому Я думаю Что Дадеюсь Что что-то Поменяется И По крайней мере Если мы Сейчас ГМА Проводим Аналогию По Мусору То Я считаю Что Надо сделать Это же самое То есть Надо Сделать Качественно Предоставляемую Услугу Ликвидировать Несанкционированные Свалки За счет Регионального Оператора И поверьте Люди будут Оплачивать Денис Время нашей программы Подходит к концу К сожалению Спасибо вам большое Спасибо всем Слушателям И хорошего Завершения дня Всего доброго До свидания